Здравствуйте! В эфире программа дебата открытого общества и с вами я, ее ведущая Алтунай Джумашева, региональный координатор Международной образовательной ассоциации дебатов в Центральной Азии. Дебата открытого общества в следующей телепередаче. Десятки тысяч дебатеров по всему миру ежедневно учатся красиво, аргументированно излагать свои мысли для того, чтобы быть более конкурентоспособными, эффективными в современном мире. Разрешите мне представить команды, которые сегодня сразятся в жарком дебатном раунде. В команде правительства сегодня играют студенты Кыргызской государственной медицинской академии Борубек Кудаяров и Руслан Ким. В команде оппозиции играют студенты Кыргызско-Турецкого университета МОНАСС Айджана Боранбаева и Бексултан Рустамов. А я напоминаю вам, уважаемые телезрители, что именно вы решаете, кто станет победителем в нашем дебатном раунде. А сделать вы это можете, отправив смс-сообщение на номер 3535 с коротким номером команды, который считаете победителем. Если вы считаете, что победила команда правительства Кыргызской государственной медицинской академии, отправьте короткое сообщение с кодом 03 на номер 3535. Если вы считаете, что победила команда оппозиции Кыргызско-Турецкого университета МОНАСС Айджана Боранбаева, отправьте короткое сообщение с кодом 04 на номер 3535. После нашего дебатного раунда судьи сегодня выскажут свое мнение и помогут вам разобраться, какая же команда победила. Разрешите мне их представить? Постоянный судья нашей телепередачи, координатор дебатных проектов Международной образовательной ассоциации дебатов в Центральной Азии по Кыргызстану Талант Смаилов. Заместитель директора юридического института при Кыргызском национальном университете имени Джусупа Баласагына Айзада Марат Кызы. Руководитель по связям с общественностью ОТРК Карманбек Кулуев. А следить за тем, чтобы все спикеры соблюдали временной регламент, будет таймкипер нашей передачи Эркинбекова Кассиет. Мы с вами, уважаемые телезрители, ежедневно замечаем огромные кучи пиратских дисков, записей, нелегально распространенных видео в интернете и прочих других ресурсов. Сегодня дебатеры обсуждают, нужно ли прекратить борьбу с цифровым пиратством в развивающихся странах. Таким образом, тема сегодняшнего раунда – «Эта палата прекратит борьбу с цифровым пиратством в развивающихся странах». А для произнесения своей конструктивной речи приглашается член правительства. Ваше время 4 минуты. Вы просто на первой и последней минуте запрещены, между приветствуются. Добрый день, дорогие дамы и господа. Сегодня я в лице премьер-министра команды правительства буду защищать такую тему, что мы прекращаем борьбу с цифровым пиратством. Сразу хочу огласить то, что мы не говорим, что цифровая пиратство – это хорошо. Мы не говорим, что цифровая пиратство должно, скажем, в априори существовать. Но нынешние условия в развивающихся странах заставляют нас задуматься и заставляют нас делать те выводы, что цифровое пиратство не есть та беда, не есть та проблема, с которой нужно бороться. Потому что есть намного значимые проблемы. То же самое, например, проблема с голодом в развивающихся странах. То, что очень высокий скачок и разница между богатыми и бедными в этих развивающихся странах. То, что у них есть социальные, политические, экономические и экологические. Большое количество проблем. На то и они являются развивающимися странами, что есть намного более важные сектора, от которых зависят жизни людей, от которых зависят судьбы людей, которые проживают. И в данном случае борьба с цифровым пиратством никак не защищает, не сохраняет жизни людей в этих государствах. Они не спасают сотнями людей. Тоже вспомним, например, что из себя представляет развивающая страна. Например, Кыргызстан тоже является развивающей страной. И в нем есть куча проблем. К примеру, одна из проблем, которую мы с моим коллегой обсуждали, то, что прирост детской смертности, что каждая третья детская смертность происходит из-за голода. То, что дети в регионах, они очень сильно голодают. И наше государство направляет достаточно крупную сумму на борьбу с цифровым пиратством, при этом не имеет никакого эффективности с этой борьбой. И эти деньги они могли направить на борьбу с голодом, на борьбу с социальными проблемами. И эти деньги, они показали бы намного большие эффекты, нежели в том направлении, которое они сейчас направляют. К примеру, в России ежегодно тратится больше миллиарда рублей на борьбу с цифровым пиратством. Но не учитывается нехватка, например, пенсий для пожилых людей. Не учитывается большая часть, например, непостроенных дорог и так далее. Нет, у меня мало времени. Второй момент, о котором мы хотели бы поговорить и о котором я говорю, то, что это отсутствие возможности покупать у людей, покупательская возможность в развивающихся странах. Люди в этих государствах просто не способны, большая часть этих людей не способна покупать лицензионные, дорогостоящие, оригинальные диски. Вместо этого они покупают, скажем, вот эти именно пиратские диски, продукты цифрового пиратства. И они на этом экономят, потому что у них нет возможности покупать дорогостоящую цифровую продукцию. У них нет возможности из-за их экономического положения. Но при этом у них есть желание и стремление смотреть данные видеоролики, смотреть и слушать музыку и эту цифровую продукцию. Вот почему данные цифровую, так скажем, пиратства мы должны прекращать именно в развивающихся странах. Мы не говорим о прекращении борьбы в развитых странах. В этих странах борьба должна продолжаться. В развивающихся странах положение немножко иное. И это положение вынуждает нас прекращать эту борьбу. Это борьба, которая не имеет никакого смысла. И мы переходим к следующему моему аргументу. Это аргумент насчет того, что нет эффективности борьбы с цифровым пиратством в развивающихся странах. Вспомните те же самые ситуации. И опять же вернемся к тому примеру, что в России тратится больше миллиарда рублей на борьбу с цифровым пиратством. Мы все помним ситуацию, когда закрывали вот эти торрент-сайты на доминах. То есть они делали определенные действия, но при этом эффекта нет. Потому что администраторы, они просто переходили из дома на ру, на другой сервер. Но при этом пиратство продолжало существовать. И оно имело место быть. И в связи с этим мы считаем, что в развивающихся странах они еще не научились бороться с цифровым пиратством. И не показывают никакого результата в этой борьбе. И при этом получается то, что мы просто-напросто кидаем деньги на ветер. Когда мы могли эти деньги направить на более необходимые русла. Мы могли направить эти деньги на более необходимые места в секторах развития. На этом я заканчиваю свою речь и благодарю вас. Уважаемые телезрители! Отличная новость! Международная образовательная ассоциация дебатов на своем сайте ru.adbate.org запустила специальную страницу нашей с вами телепередачи. Теперь все русскоязычное пространство дебатов сможет вместе с вами наблюдать за нашей телевизионной программой на сайте ru.adbate.org. Изменились и условия голосования. Теперь после выхода каждой передачи в эфир вы можете целых 4 дня голосовать на сайте ru.adbate.org за команду, по которой, по вашему мнению, выиграла в дебатном раунде. ru.adbate.org – ваш портал в мир дебатов. А для произведения своей конструктивной речи приглашается лидер оппозиции. Ваше время 5 минут. Вопросы на первой и последней минуте запрещены. Между приветствуются. Сегодня Палата правительства говорит о том, что цифровое опиратство, в принципе, с ним бороться бессмысленно и что нет путей для того, чтобы преодолеть этот цифровой опират. И также они нам говорят о том, что у людей, кажется, нет возможности покупать лицензионную продукцию в виде музыки, в виде кинофильмов, в виде книг, в виде игр. Но мы сегодня полностью с этим не согласны. Мы думаем, что сегодня нужно продолжать борьбу с цифровой опиратностью, потому что цифровое опиратство – это и есть воровство. Сегодня Палата правительства выступает в защиту воровства, понимаете? И если мы сегодня будем поддерживать воровство, то что с нами случится через 10-20 лет? Итак, перейдем к опровержению линии Палаты правительства. Сегодня нам говорят о том, что оказывается есть такие социальные проблемы, такие как голод, детская смертность. И оказывается нехватка денег из-за того, что не хватает денег, потому что мы, оказывается, все ресурсы тратим на то, чтобы бороться с цифровым пиратом. На самом деле не так, уважаемые телезрители, уважаемые судьи. Мы говорим о том, что сегодня государство, как менеджер своего общества, должна заботиться о каждом гражданине и должна решать проблемы равномерно. То есть каждую проблему нужно решать равномерно. Если мы сегодня перестанем бороться с цифровым пиратством и все ресурсы переложим на решение проблемы, связанной с голодом, то, следовательно, через какое-то время мы опять же получим те же самые проблемы, потому что у нас будет нехватка как раз того бюджета, тех денег, которые бы мы получили в виде налогов с цифровой продукцией. Потому что, к примеру, давайте вспомним примеры таких же развивающихся стран, как Люксембург, как Зимбабве, которые решили все-таки продолжать бороться и все-таки добились того, что 80% всей цифровой продукции как раз является легальным. И с помощью этого они получают деньги для того, чтобы решать те же самые социальные проблемы, которые у них сегодня существуют. То есть сегодня мы говорим, для того, чтобы платить пенсии нашим бабушкам, для того, чтобы мы имели социальные льготы, социальные пособия, мы должны как раз-таки бороться со всеми проблемами и государство должно заботиться о том, чтобы права всех граждан учитывались и налоги тоже поступали в государственную казну для того, чтобы решать те же самые проблемы. Следующее, о чем нам говорят? Нам говорят о том, что отсутствие возможности покупать, оказывается, у наших людей, да, мы с этим согласны, что уровень жизни в нашей стране, и как и во многих других развивающихся странах, не настолько высок для того, чтобы потреблять лицензионную продукцию. Но на самом деле, говорит ли это о том, что мы должны перестать бороться с цифровым операцией? Наоборот, это говорит о том, что мы должны бороться с ним для того, чтобы у людей была мотивация зарабатывать деньги как раз-таки на то, чтобы покупать эту лицензионную продукцию. Для того, чтобы качество, для того, чтобы наш народ имел возможность покупать качественную продукцию, и для того, чтобы наш народ имел возможность зарабатывать как раз-таки те же самые деньги на основе мотивации, для того, чтобы купить эту лицензионную продукцию. Следующее, о чем нам говорят? Нам говорят, оказывается, что совершенно нет никакой эффективности и нет никакого смысла в том, чтобы мы боролись с цифровым пиратством. Я еще раз повторяю, что это на самом деле воровство. И сегодня, если мы будем поддерживать воровство, то как раз мы, к примеру, наш народ Кыргызстана будет привержен к этому воровству и будет думать, что оказывается это нормально, то, что я скачал с сайта зайцев.нет эту музыку и тем не менее не заплатил ничего, потому что на самом деле мы не уважаем сегодня авторское право. Потому что авторское право, потому что интеллектуальная собственность это как раз тот вектор, тот катализатор, который тоже движет экономику. Если мы сегодня не будем поддерживать интеллектуальный труд, то завтра, извините меня, мы не сможем производить ничего. Следовательно, мы будем только потребителями, которым, возможно, в какой-то момент другие страны скажут, извините, вы не боретесь с цифровым пиратством. Следовательно, мы запрещаем, так же, как делают на канале YouTube, то, что в вашем регионе недоступно это видео. То есть, следовательно, через 10 лет нам могут сказать о том, что, извините, в вашей стране не ведется борьба с цифровым пиратством. Следовательно, мы ограничиваем доступ в потреблении этой книги, в потреблении этой музыки и в потреблении тех же самых электронных книг и игр. Следующее. Сегодня мы говорим о налогах. На самом деле, если мы как раз-таки будем бороться, мы как раз-таки будем получать, если мы будем бороться с теневым бизнесом, который существует на данный момент в развивающих странах, это около 90% вообще во всей цифровой индустрии, да, то есть 10 из 9 всех продуктов являются нелегальными. Следовательно, ой, 9 из 10. Иследовательно, из 9 из этих 9 продуктов мы не получаем ничего, никаких налогов, которые бы как раз-таки помогали платить эти социальные пособия. Следовательно, сегодня как раз-таки палата правительства, которая говорит о том, что нам нужно заботиться об экономике страны, как раз-таки губит ее, потому что без того, что мы не будем получать как раз-таки те же самые деньги, мы не сможем обеспечивать теми же самыми пенсиями, теми же самыми пособиями и всем остальным. Итак, уважаемые телезрители, сегодня наша палата выступает за то, чтобы мы не были ворами. Кто сегодня хочет быть вором? Никто. Поэтому сегодня, я думаю, что вы поддержите нас и скажете о том, что все-таки цифровая пиратство воспитывает этику воровства, и поэтому мы выступаем сегодня против цифрового пиратства и за борьбу с цифровым пиратством. Спасибо. А для произнесения своей конструктивной речи приглашается член правительства. Ваше время 4 минуты. Вы просто на первой и последней минуте запрещены, между приветствуются. Итак, здравствуйте. Давайте приступим уже к дебатам. Уважаемые дамы и господа, я хотел бы напомнить резолюцию сегодняшнего раунда. Она звучит именно так. Мы боремся за запрет борьбы с пиратством. То есть мы говорим, что это не просто запрет борьбы с пиратством, мы говорим, что необходимо бороться с этим в развивающихся странах. Именно поэтому мы хотели бы сделать акцент на том, что в данном контексте мы не можем рассматривать пиратство как воровство. Почему? Я объясню следующим образом. Уважаемые наши оппоненты утверждают о том, что не было затрачено никаких ресурсов. Соответственно, это есть воровство. Мы просто скачали музыку. Однако это не так. Это есть предпринимательство. Мы называем все вещи своими именами. То есть мы говорим сегодня о предпринимательстве. Когда человек скачивает ту или иную нерецензионную версию видео, закупает диски, он использует ресурсы в виде компьютера, он записывает их и продает. Это есть предпринимательство. Никакого воровства в этом плане мы не видим. Более того, я хотел бы сказать о том, что основной аргумент, который прозвучал, заявил мой лояльный коллега, звучал следующим образом. Мы говорим о том, что государство как грамотный менеджер, оно должно заботиться в первую очередь о нуждах и потребностях, которые есть сейчас в обществе. И мы говорили в этом в разрезе нецелевого использования госбюджета. Потому что в настоящее время, понимаете, нам заявляют о налогах. Все равно государственная казна будет пополняться, если мы будем пользоваться только лицензионной продукцией. Однако, смотрите, ребят, существует такая проблема. Вот у нас есть 100% населения. В 20% населения, то есть у нас нет борьбы с пиратством, все нормально. В 80% пользуются пиратской версией, пользуются нелицензионным, некачественным продуктом. Что у нас происходит, когда у нас есть борьба с пиратством? 20% все по-прежнему продолжают пользоваться, они могут себе это позволить. Остальные 80% нет пиратства, все, мы не можем себе этого позволить, мы не видим этого видео. И это есть запрет государства, ограничение своих жителей, граждан достойного, то есть они не получают того выбора, они не получают той возможности, чтобы реализовать свои, допустим, потребности. В этом плане мы говорим, что те 20%, которые пользовались в первой и второй ситуации, они будут приносить те же самые налоги. Статус-кво от этого не изменится ни в коем случае. Более того, мы говорим о том, что, учитывая специфику развивающихся стран, мы не можем позволить себе, допустим, покупать эти диски. На что нам ответили, что на самом деле есть такое понятие, как мотивация зарабатывать. Понимаете, уважаемые господа, что мотивация зарабатывать, она в принципе есть всегда. Другой вопрос, на что потратить эти заработанные деньги. Мы говорили о том, что государственный бюджет, он не резиновый. Если у меня есть мотивация зарабатывать деньги, затем встает выбор, на что мне их тратить. У нас есть, допустим, 200 сомов. Мы можем их потратить на книжку ребенку, красивую, краточную, чтобы развить его умственные способности, чтобы он стал более нравственным. И мы можем накормить его. Что мы выберем? Конечно же, первый вариант. Мы сначала накормим своего ребенка, а потом уже будем думать о развитии нравственности и его культуры. Это основной принцип пирамиды Маслоу. Когда вы знаете о том, что у нас есть потребности, которые необходимо удовлетворять. На первом месте это стоит физически. Именно поэтому мы говорим о том, что пока народ не будет сыт, никакой нравственности, никакой духовном развитии, никакой культуре не идет речи. Именно поэтому государство в этом разрезе должно сделать уклон и выбрать в приоритетах развитие, именно поддержку социальную, направленную на... Та статистика, которую заявил мой уважаемый коллега, которая говорила о том, что каждый третий ребенок умирает от голода. Более того, я скажу, огромнейший процент детской смертности, которые подвержены онкологическим заболеваниям. Неужели целесообразнее направить тот ресурс, тот потенциал, который мы планируем направить, на улучшение здравоохранительной системы, к примеру? Да, пожалуйста. Вы не могли бы назвать сумму, которая затрачивается на борьбу с цифровым пирасом, к примеру, в том же самом Кыргызстане у нас? В настоящее время на территории Кыргызстана не тратится практически ни сумма на борьбу с цифровым пирасом. Более того, мы говорим о том, что авторское право на самом деле... Понимаете, ребят, сейчас происходит такая ситуация. Палата оппозиции борется за авторское право, борется за пополнение и обогащение Бридни Спирс где-то в Америке, в ущерб своим гражданам. В ущерб гражданам, которые также хотят являться пользователями. И мы как государство, а наша философия и наш вектор должен быть направлен только на развитие общества и удовлетворение его потребностей, должен пожертвовать, да? И в данном случае эта жертва будет выражаться в позволении использования пиратской продукции. У меня на этом все. Спасибо большое. Для произведения своей конструктивной речи приглашается член оппозиции. Ваше время в 4 минуты. Вопросы на первой и последней минуте запрещены. Можете приветствовать. Сегодня господин Ким говорит, что на самом деле все эти люди, которые занимаются копированием, практически воровством всех, например, цифровых продуктов, это предпринимательство. Предпринимательство, которое нарушает закон, это есть воровство. Господин Ким говорит, что в развивающихся странах люди просто себе не могут позволить такую роскошь, как, например, лицензионные продукты, какие-то ресурсы, может быть, программное обеспечение. Но если человек беден, это не есть оправдание тому, что он может просто украсть чей-то интеллектуальный труд. Господин Ким говорит также, что по пирамиде масла у человека есть базовая потребность, как, например, сначала надо его накормить, а потом уже думать о каких-то других нуждах. Но сегодня как раз-таки страдает экономика развивающихся стран. К примеру, за последний год государственная казна Кыргызской республики потеряла около 600 тысяч долларов в виде налоговых отчислений от корпорации Microsoft, которые производят программное обеспечение. То есть это ли, не это ли является большим ударом по экономике нашего государства? Палата правительства так сильно заботится о решении социальных проблем. Мы, как палата оппозиции, считаем, что вот эти 600 тысяч долларов, которые мы потеряли от компании Microsoft, мы могли бы направить на решение тех же социальных проблем, например, голод, может быть, направить в детские дома и повысить пенсию нашим пенсионерам. Почему мы теряем очень большие проценты вообще с нашей государственной казны? Потому что 12% с каждой проданной продукции взимается в виде НДС, и 1% взимается налог на прибыль. То есть это уже, посчитать, практически очень накапливается большая сумма. Кыргызстан в 2011 году занял 115 место по борьбе с цифровым пиратством, но уже в 2012 году Кыргызстан занял 118 место. Это означает то, что Кыргызстан является инвестиционно непривлекательным регионом для, например, вкладов в таких больших корпораций, как тот же самый Google, Microsoft и какие-то другие транснациональные корпорации. Также, во-вторых, это также влияет на мотивацию молодых производителей, молодых предпринимателей, молодых тех же самых программистов, которые могут выпустить свой продукт. Но этот продукт уже не выстоит на нашем рынке, потому что 90% нашего рынка занимает все-таки пиратская продукция. Во-первых, они потеряют прибыль. Во-вторых, они будут не мотивированы вкладывать свой интеллектуальный труд в нашу экономику. Сегодня Палата правительства доказывает, что на самом деле пиратство не так сильно может ударить как по бюджету нашего государства, так и вообще по морали нашего общества. Мой сокомани говорил о том, что цифровое пиратство растит в людях этику воровства. Мы же в свою очередь считаем, что если ты беден, если ты голоден, это не означает, что у тебя есть моральное право красть чей-то интеллектуальный труд и нарушать закон, который должен быть единым для всех. А теперь настало время для вопросов от свободных парламентариев, зрителей нашей телестудии. Я напоминаю, что человек, который задаст лучший вопрос по итогам сегодняшней передачи, в следующей передаче будет приглашен судьей. Здравствуйте, меня зовут Илья Снармабетов, Аниверканский университет. У меня к вам вопрос. Как правило, пиратство убивает рынок цифровой дистрибуции. Как вы не думаете, если мы продолжаем пиратству существовать дальше, то не убьет ли оно вообще этот рынок, и его будет возродить потом гораздо сложнее, чем сейчас продолжать с ним бороться? Спасибо большое за вопрос. Я бы хотел ответить следующим образом. Уважаемые господа, зная, что наиболее крупным налогоплательщиком в Кыргызстане является как бы Центера Голд, это совершенно другая отрасль, горнодобывающая промышленность, то мы считаем, что убытка большого от потери таких инвесторов, как Google, я не знаю, и тех налогов, которые мы можем получить от цифровой промышленности, не покроет, допустим, тех же самых сумм, тех же самых денежных средств, которые мы можем получить, если мы, допустим, направим свои все усилия на развитие горнодобывающей промышленности в Кыргызстане. Вот господа Баренбаева, у меня к вам вопрос. Предположим, у нас нет пиратства, но, как правило, в современном мире все покупки осуществляются через интернет-рынки. И, как правило, кроме того, что деньги уходят из нашей страны, то наше государство никаких налогов с этого не получает. Какую выгоду мы с этого имеем? Ну, это тоже уже дело более углубленное, потому что, смотрите, если, например, вот эта компания зарегистрирована в Кыргызстане, то, получается, она будет по закону, в принципе, получать с этого прибыль. Но если это, конечно, какие-то там транснациональные корпорации, то, конечно, прибыль будет не такая большая, но все-таки есть, например, прибыль, так как они все-таки, их филиал или представительство будет зарегистрировано у нас в Кыргызстане. Если вы, как правительство, не можете бороться с цифровым пиратством у нас в стране, почему бы не позволить нам другим странам бороться с нашим цифровым пиратством? Спасибо большое за вопрос. На самом деле можно позволить другим странам бороться в нашей стране с цифровым пиратством, однако никто за это не возьмется. Почему? Потому что у нас население неплатежеспособное. Даже если будут здесь проводиться огромнейшие масштабные войны в сфере борьбы с пиратством, никто лицензионный продукт позволит себе заплатить 600 долларов за лицензионный диск Майкрософта не сможет просто. Именно поэтому это нецелесообразно здесь делать. Спасибо. Марлен Алишев, Американский университет. Господин Ким, скажите, пожалуйста, вот какая польза населению будет от того, что она просмотрит все четыре части Человека-паука? Какая польза будет населению, если она просмотрит все четыре части Человека-паука? Пиратские версии. Большое спасибо. Это очень интересная тема. Вопрос касается интертеймента, сферы развлечений. И здесь есть польза тому, что человек просто-напросто получает от этого удовольствие. Спасибо. Спасибо большое. Второй вопрос. Госпожа Барумбаева, вы говорили о том, что если мы сейчас крадем, скажем так, то и общество станет скоро ворами, но мы уже крадем 20 лет. Скажите, пожалуйста, почему общество не стало еще ворами? Разве 90% того, что у нас на рынке преобладает пиратская продукция, не является показателем того, что у нас 90% практически считаются ворами? Спасибо. Здравствуйте. Ким Роман, Аутса. У меня вопрос к Руслану Кимову. Как вы думаете, если вся нелегальная продукция будет запрещена, будет ли это стимулом для того, чтобы покупать легальную продукцию и не нарушать закон? Ответ отрицательный. Более того, я вам скажу, что мотивация уже есть сейчас у людей покупать лицензионную продукцию. Это относится к людям, которые борются за качество, и им очень принципиально важно слушать качественную музыку и смотреть качественное видео в наилучшем разрешении. Спасибо большое за вопрос. Спасибо зрителям за такие интересные вопросы. Благодарим за вопросы. Настало время аналитических речей. И для произнесения своей аналитической речи приглашается лидер оппозиции. Ваше время три минуты. Вопросы и новые аргументы запрещены. Итак, дорогие телезрители, давайте сделаем сегодняшние выводы, вообще выводы по сегодняшней игре. Сегодня, если мы прислушаемся к Палате правительства, что мы сегодня получим? Мы получим голод и бедность, потому что у нас не будет достаточного количества налогов для того, чтобы как раз таки обеспечить наших пенсионеров и наших студентов теми же самыми стипендиями и пенсиями. Сегодня у нас будут незащищенные производители, не будет защиты авторского права и не будет развиваться экономика в сфере творческо-научного, и не будет развиваться экономика в сфере творчества и науки. Следующее, что мы получим, это процветающая теневая экономика, которая уже сейчас составляет 90%. То есть, когда мы перестанем бороться, мы ничего, абсолютно ничего не будем получать со сферы цифровой индустрии. И, конечно же, инвестиционная непривлекательность, которая нас ожидает в течение нескольких следующих лет, если мы сейчас остановимся, остановим борьбу с цифровым пиратством. Поэтому я предлагаю сегодня, наша команда предлагает, чтобы вы поддержали нас, потому что все-таки мы сегодня говорили о том, что если мы продолжим борьбу с цифровым пиратством, мы как раз-таки получим здоровое общество, которое не будет подвержено воровству и не будет подвержено тому влиянию, что воровство является нормальной вещью. Почему это воровство? Сегодня очень много говорилось про это. Мы считаем это воровство, потому что мы не платим за интеллектуальный ресурс тех людей, которые это выработали. Сегодня вы платите за те же самые компьютеры и вы платите за те же самые диски, на которые вы записываете. Но вы не платите за то, что этот человек долго и усердно работал над созданием этого своего проекта и над созданием своей продукции. И поэтому мы считаем, что это нечестно по отношению к тому же производителю, который может быть и у нас в стране, который должен зарабатывать деньги, и у нас в стране, как вы говорите, что мы должны заботиться о каждом гражданине. То есть, сегодня мы совершенно точно забываем, если мы принимаем этот закон, совершенно точно, совершенно, сегодня мы забываем об этом производителе, который хочет заработать эти же самые деньги. Следующее, что мы получаем? Мы получаем как раз тех же самых голодных детей, потому что мы не получаем денег, достаточного количества для того, чтобы обеспечивать детские дома, для того, чтобы обеспечивать пенсиями и все остальное. И также, уважаемые телезрители, сегодня мы говорили о том, что почему мы должны продолжать бороться с цифровой операцией. Мы говорили о том, что это морально неправильно, о том, что цифровое операцией является морально неправильной вещью, потому что даже в реальной жизни, если сравнить реальную жизнь и жизнь в интернете, то это те же самые правила и те же самые законы. Понимаете? Мы сегодня не можем из-за того, что мы не зарабатываем достаточное количество денег, пойти в магазин и ограбить этот магазин, потому что, извините, оказывается, я этого хочу. Вы должны заработать деньги, мы должны заработать деньги для того, чтобы употреблять то, что мы хотим. И если мы сегодня не будем этого делать, то мы будем как раз-таки оставаться в той же ситуации, в которой находимся сейчас. Давайте стремиться к лучшему и давайте стремиться к развитию. Сегодня я выступаю за то, чтобы мы были законопослушными гражданинами. На этом все. Спасибо. Я приглашаю премьер-министра для произнесения своей аналитической речи. Ваше время 4 минуты. Вопросы и новые аргументы запрещены. Хотел поблагодарить своих коллег за очень интересную игру, но при этом давайте расставим 7 точки на 3 и уточним моменты, которые были в конструктивных речах, но не были доведены до конца. Смотрите, воровство – это когда ты воруешь у кого-то машину и забираешь существующее имущество. Когда ты берешь копию и берешь это себе. Это не есть воровство, по сути. Потому что ты не берешь оригинал, ты берешь копию. Ты не воруешь авторское право у этого человека выпускать данный товар. Ты берешь лишь копию. Ты берешь ту копию, которую создал данный пират, так скажем. И в данном случае это пиратство оправдывается тем, что у нас нет другой возможности купить лицензионный диск. Потому что мы живем не в самом лучшем положении. У нас нет возможности, так скажем, прикупить. И у нас не появится стремление покупать эти вещи в дальнейшем, потому что у нас есть другие насущные проблемы, которые намного важнее этих проблем. Госпожа Барамбаева говорила, что казна государства лишилась 600 тысяч долларов от корпорации Microsoft. Я вам говорю, что если бы была данная борьба, и существовала данная борьба, эти 600 тысяч долларов все равно не поступили бы. Потому что наши люди не готовы платить за программное обеспечение 600 тысяч долларов в казну государства. И эти деньги тоже не поступили. Вот в чем вся целевая разница была. И мы говорили об отраслях, куда нужно направлять эти деньги. Отрасль, куда мы направляем на борьбу с цифровым пиратством, не спасет жизни наших граждан, не спасет от голода, не спасет от тех же самых проблем социальных, экономических. Когда мы направляем деньги из борьбы с цифровым пиратством в более нужные русла, тогда там будет эффект, там будет результат. Потому что эти сектора для развивающих государств намного важнее. Потому что от этих секторов зависит жизнь и развитие государства. Они от борьбы с цифровым пиратством, ни в коем случае. От борьбы с цифровым пиратством имеют положительные эффекты лишь правообладатели. Те, кто выпускает данную, так скажем, научную собственность. Но при этом они не обеднеют, если в каких-то далеких странах третьего мира кто-то не будет покупать их продукцию. Потому что основной их рынок сбыта это развитые страны. Оттуда они получают свою финансовую выгоду. От стран третьего мира они получают лишь 20% доход. Люди все равно, вот в развивающих странах люди все равно будут покупать, ну, скажем, 20%. 80% не будут покупать, потому что у них нету данной возможности. Их финансовая, экономическая составляющая сейчас не позволяет это сделать. Но при этом данные правообладатели могут открыть доступ, хоть и бесплатный, назовем это бесплатным доступом к цифровой пиратству, чтобы люди смотрели эти фильмы и хоть и не платят за это, но при этом как такой большой выгоды правообладатель не лишается. Он получит свое и ничего из этого не страшного не будет. Я не думаю, что та же самая Британи Спирс, которая получает миллиарды от европейских рынков, будет жалеть о том, что не получила несколько сотен тысяч от, например, стран Центральной Азии. Потому что там не было налогов и тогда не велась борьба с цифровым пиратством. И вот эта борьба, и она не оправдана. Потому что наша нынешняя система, так скажем, борьбы с цифровым пиратством, она неэффективна. Тот же самый файл, который попадает, например, в сети в Кыргызстане, в Российской Федерации, если вы даже удалите этот файл, но он уже распространен. Он находится у каждого пользователя, и он будет распространяться как вирусный маркетинг, как определенная вирусная программа. В европейских и в развитых странах эту систему можно отслеживать. Потому что у них есть определенные, скажем, модераторы, которые изначально ставят себе позицию того, что не выкладывать пиратскую копию. У нас же это не соблюдается с простыми людьми. И отслеживать эти пиратские, скажем, версии цифровой продукции у нас невозможно. И из-за этого направлять деньги на борьбу с цифровым пиратством лучше не стоит. Потому что есть более насущные проблемы, которые нужно сейчас решать. И решив эти проблемы, мы переходим из стадии развивающего государства в развитые государства, где продолжаем борьбу с цифровым пиратством. Благодарю вас. На этом и заканчиваю речь. К сожалению, не к счастью, к сожалению, я должен вам сказать спасибо за игру. Ребят, очень плохая игра, честно. Я, будучи только дебатером, который вот недавно только пришел в дебаты, мы участвовали в турнире, который назывался... Как он назывался? Кубок интеллектуальной собственности, на котором мы обсуждали эти же самые проблемы. И там у нас обсуждение было гораздо горячим, гораздо более горячим, гораздо более интересным. То, что вы обсуждали сегодня, это вот на таком примитивном уровне, такие элементарные вещи, мне кажется, ну, даже, я не знаю, первогодки, школьники, да, наверное, даже лучше спорили бы, чем вы, вот дебатеры с таким опытом. Уважаемые телезрители, отличная новость! Международная образовательная ассоциация дебатов на своем сайте ru.adbate.org запустила специальную страницу нашей с вами телепередачи. Теперь все русскоязычное пространство дебатов сможет вместе с вами наблюдать за нашей телевизионной программой на сайте ru.adbate.org Изменились ли условия голосования? Теперь, после выхода каждой передачи в эфир, вы можете целых 4 дня голосовать на сайте ru.adbate.org за команду, по которой, по вашему мнению, выиграла в дебатном раунде. ru.adbate.org Ваш портал в мир дебатов. Есть несколько моментов, правда, которые вы подняли и которые мне показались очень даже интересными. То, что насколько государству это эффективно сейчас содержать штат, содержать людей, кадры, которые будут с этим бороться, поскольку за каждым человеком угнаться и отслеживать эту ситуацию было бы очень сложно, да? И в данной ситуации было бы намного более приемлемо, если бы сами правообладатели, скорее всего, судились, то есть не в уголовном порядке, а в гражданском правовом порядке, судились и защищали свои права. Этот момент мне показался интересным. И также хотелось бы отметить то, что такая же подобная игра была прежде, и там ребята подняли такой вопрос, что ведь в Китае же тоже все копируют, но при этом они не копируют полностью, а стараются сделать копию того же, придумывают сами, своего производства, изучая содержимое, изучая, как этот продукт работает. Таким образом, способствуя развитию этой отрасли, да? Этот момент, если бы вы поняли, мне показалось бы, что игра будет более интереснее. Также хотелось бы отметить то, что очень мало бы вы затронули насчет притока инвестиций, насколько поддержание имиджа такого правого государства, где интересы всех сторон защищаются, участников этих отношений, насколько это бы способствовало притоку инвестиций, насколько бы это способствовало развитию этой индустрии внутри, государства самого, когда местные производители практически не смогут конкурировать. Также не был вопрос поднят о том, что есть очень много программ, таких как Microsoft, это лицензируемая программа, но есть open source программы, которые можно использовать, которые бы тоже, в принципе, обучают, цели есть обучающие. Здесь очень много было затронуто именно в сфере шоу-бизнеса, а именно насколько, можно сказать, копирование обучающих программ, насколько это приносит вред или пользу, вопрос вообще не поднимался. Поэтому я вам советую, конечно, получше готовиться и рассматривать с разных точек зрения. И в целом хочу сказать, чтобы вы росли и развивались, чтобы показывали лучшие игры. Я думаю, слабая игра, очень слабая игра. По таким интересным моментам, которые у меня... Они были прикольные, они понравились, я смеялся, на самом деле. То есть одна из первых проблем, то, что у правительства есть другие, более важные дела, поэтому этим заниматься не стоит. Ну, это, знаете... Нет, это классно. Я думаю, что правительство будет этому только радо. Оно будет радо тому, что, ребята, знаете, от того, что газонов в городе нет, никто же не умирает, да, к черту эти, не знаю, там, давайте мы не будем... Зачем горячая вода, можно жить холодной, да, в принципе. То есть правительство может вообще половину всех своих работ перекинуть, сказать, ну, от этого же люди не умирают. Но это, конечно, очень детский аргумент. То есть даже если это... То есть, может быть, это не самое важное, но государство должно заниматься всем этим. В том числе защита авторских прав, конечно. То есть это, скажем так, ну, как минимум, не с самой лучшей стороны показывает ваш уровень знатока, как вообще государство, что оно такое. Если вы считаете, что, допустим, знаете, ой, да ладно, бабушки все равно умрут, зачем за ними следить, в принципе. Ну, из той же стези, да, грубо говоря. Второй аргумент, который мне... Я тоже очень... Мне было прикольно, в принципе. Мы имеем... То есть если копируют цифровой носитель, это еще не воровство, потому что это создается копию. То есть тут ярко выраженно молодые ребята включают дурочку и ведут себя, как будто они не знают вообще, что такое компьютер, не знают вообще, что такое интернет, не знают, что такое, в принципе, в интернете вот это копировать. Я понимаю, что, может быть, где-то в селе подумают, и действительно, это же копия, да, это же не... Ну, ребята, ну мы же с вами серьезные люди, мы же знаем, что это, в принципе, вот именно вот это и есть. Зачем подмена понятий и играть, не знаю, на каком-то таком тупом уровне, на самом деле, я вообще не понимаю. Касательно оппозиции, ребята, все-таки нужно же слушать, что говорят ваши оппоненты. Один из, наверное, единственных, пусть и слабых, аргументов был то, что вам сказали, ребята, неэффективно, не можем мы это делать. То есть они сказали, то, что они не должны, это еще можно поспорить, но они говорят, ну неэффективно получается. Вы это хоть как-то пытались спорировать вообще? То есть о том, что занимается, не занимается, то есть и ладно, если бы это было действительно так, то есть спросили бы, что значит эффективно, что значит неэффективно. То есть, ну, готовьтесь, ребята, то есть нужно все-таки готовиться к этим играм. Это все-таки академические, это все-таки образовательные игры. Спасибо. Продолжайте дебатировать.